Ну а сейчас пообщаемся с замглавой администрации президента Валерием Чалым. Валерий, здравствуйте, спасибо, что присоединились к программе. Уже ясно, что вопрос введения миротворцев будет очень непростым, ну хотя бы учитывая право вета России в совбезе ООН. Как вы оцениваете, насколько высока вероятность позитивного решения этого вопроса? Перш за все, это сегодня нашим приоритетом, потому что мы, понимали, не отмолваясь от мирного шляха, но одновременно обороняющая державу, нет чутких механизмов гарантии выполнения мінских договоров. И сейчас и Россия, и не бойовики, они фактически не примушены для того, чтобы это делать. Единый механизм, который сейчас есть, это миротворчивость. И это абсолютно логичное звернение. Суть в том, что такое вопрос обговорилось, я могу сейчас сказать, даже и в Минске, в период встречи лидеров в нормандском формате. И там уже говорилось про это, что такая ситуация возможна. Меня немного дивилась заявка по спреду РФ в ООН. Он немного выскочил дальше, чем его руководство, потому что, на самом деле, его логика дещо дивна. Можливо, таким чином, будь-які дії протиріччя статуту ООН. А можливо, взагалі він порівнює будь-які рішення з Конституцією РФ. Для нас це неприйнятно. Мы вважаем, что это нормальный логичный крок. И мы будем обратиться через соответствующие механизмы и до ООН, Радбезу, и до Ради Европейского Союза. Мы рассчитываем на то, что это будет самая европейская миссия, но она потребует также решения Радбезу. Если Россия такое решение заблокирует, а вы уже сказали, что сегодня есть такие заявки, это будет свидетельствовать о том, что Россия хочет идти дальше. В наступальных действиях, в действиях до эскалации ситуации. Если будет погоджено, тогда мы перейдем к другому формату. Валерий, а вам не кажется, что если Россия воспользуется правом ВЕТа, что это фактически будет означать, что она впервые юридически подтвердит, что все же является стороной конфликта? Я вважаю, что после Минских уже переговоров, очевидно, что сегодня Россия не только гарантом, как всегда называлось раньше, но и стороной конфликта, и, возможно, решения конфликта, в зависимости от того, какую позицию займет президент России Володимир Путин. Очевидно, что мы сегодня имеем присутствие уже российских подразделов, но при том, что Россия – ядерная государство, член Радбезу. Поэтому, в принципе, я думаю, вы правы. Тогда это проявится очевидно. И такое блокирование, которое уже сегодня происходит, свидетельствует о том, кто налаштованный на эскалацию, а кто налаштованный на деэскалацию конфликта. Валерий, давайте все же поподробнее немного о самой идее введения миротворцев. Насколько она изучена? Какие есть плюсы, минусы? Единственный ли это наш шанс на сегодняшний день? Нет ли вероятности того, что это растянет конфликт на Востоке на десятилетия? Ну, вы знаете, на самом деле мы шли шляхом залучения ОБСЄ. И мы, с одного боку, вдячны миссии. И сейчас, до речи, я надеюсь, что она направится в те места, где в аэропорт Донецкий, до Маріуполя, до Первомайска, где продолжаются обстрелы. И кто-то мает свидетельствовать, кто порушает режим припинения в огню. Это сейчас ОБСЄ может делать, но, как мы видим, в Дебальцево их рук был фактически заблокованы. Поэтому нам нужны более эффективные механизмы. И как раз миротворчая миссия – один из таких механизмов. Насколько это реально? Я считаю, что это реально. Потому что сегодня 31 миссия Европейского Союза за последние 10 лет работала. В ООН есть много миссий. И, очевидно, что все зависит от динамики ситуации. В любом случае, это опрацьеване решение, как вариант реагирования на эскалацию ситуации. Воно подготовлено. Было, как вы сказали, принятое Ради национальной безопасности и обороны. Потребны еще решения парламента украинского. Но, в конце концов, мы ожидаем на начале серьезной работы по анализу ситуации, координации действий между Европейским Союзом, США, членами РАДБЕЗу. И, в конце концов, они должны сказать свое четкое слово. Потому что говорить сегодня не про загрозы только Украине, а про загрозы безопасности в Европе и в мире в целом. Спасибо, Валерий. Все ясно. Уже не первый раз вы нам помогаете. Расставляете точки над «и». Еще раз спасибо, что приняли участие в программе. Это был замглава администрации президента Валерий Чалый. Продолжение следует...